На своем рабочем месте Амурбек Бабанов не появлялся с тех пор, как прошли выборы. Сразу после 15 октября бывший кандидат в президенты собирался отправиться на отдых. Поэтому в момент, когда против него возбудили уголовное дело, Бабанова в Кыргызстане не было. Пресса теперь гадает, вернется ли теперь политик в Бишкек. Выступая перед собравшимся с публичной речью, Амурбек Бабанов с целью получения голосов узбекской части населения высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению. Проведенной комплексной филологополитологической экспертизы установлено, что указанные публичные высказывания Амурбека Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды. Речь идет о выступлении Амурбека Бабанова в узбекском микрорайоне Амир-Тимур на юге Кыргызстана во время президентской гонки. Именно здесь, семь лет назад, случились кровавые столкновения между кыргызами и узбеками. Сотни людей были убиты. Уважаемый мой узбекский народ, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Лучше умереть стоя. Если вы будете сплоченными, если будут бить одного, а вы все вместе выйдете, никто не сможет противостоять вам. Народ как сель. Сель течет и уносит с собой все. Пиарщики до сих пор спорят, насколько речь Бабанова в Амир-Тимуре повлияла на ход его предвыборной кампании. Выступление политика действительно считают неоднозначным, однако основания для возбуждения уголовного дела в его словах политологи не видят. Такой уже привычный, печальный опыт того, как власть действует с оппозицией. Ну, все началось с прошлого года, с того, как весной стали сажать по поводу возможных, скажем, обвинений в попытке госпереворота, потом Тикибаев, и вот теперь на волне выборного процесса теперь уже и Бабанов. Ну, хотя Бабанов, конечно, трудно назвать оппозиционером, в любом случае он оппонировал основному кандидату от власти. И это выглядит как такая, ну, с одной стороны, зачистка любого такого конкурирующего поля. Сам Амурбек Бабанов пока сделал лишь письменное заявление из России. Там, по словам его однопартийцев, политик проходит лечение. Сегодня все мы стали свидетелями произвола со стороны правоохранительных органов, которые возбудили абсолютно надуманное политическое уголовное дело в отношении меня. Все это шито белыми нитками, и это известно каждому из нас. К сожалению, мне так и не дали возможность реализовать реформы, которые бы не позволяли такой произвол. Властимущие не могут понять, что не Бабанов источник всех проблем. От того, что они устранят меня с политического поля, жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся. Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Рано или поздно правда выйдет наружу. Депутат кыргызстанского парламента Амурбек Бабанов был главным оппонентом Сааранбая Женбекова, избранного президента Кыргызстана, которого всю агитационную кампанию поддерживал действующий глава государства Алмазбек Атамбаев. По итогам голосования Амурбек Бабанов занял второе место, набрав 34% голосов против 54% у Сааранбая Женбекова. За Амурбека Бабанова практически полностью проголосовала вся Таласская область, малая родина политика, где позже прошли протестные акции. Жебек Бегалиева, Сергей Хиршвельд, Настоящее время Азия.